Портфели и гаджеты в сторону. На столе только ручка. Почти у всех девятых классов в 32-й школе сегодня диагностическая работа по русскому языку. Ребята проверяют свои знания, знакомятся с кимами. Такой тест сегодня должен был написать и 9-й Г. Вместо этого у них урок математики. Вчера вечером мне мать сказала, что учительница ей сообщила, что вместо пробного экзамена у нас будет 4 урока. У нас должно было бы 2, стало 4. Русский, русский, математика, литература. Внести изменения в расписание пришлось после того, как родители будущих выпускников забили тревогу. По мнению взрослых, их дети не готовы к пробному экзамену, ведь уроки русского и литературы у 9-го Г проходили не так, как в других классах. Родители очень беспокоены тем, что на протяжении двух четвертей фактически не ведется преподавание русского языка. Например, за текущую четверть было проведено лишь несколько уроков, и то разными педагогами. Некоторые дети вообще не имеют оценок по русскому языку. В школе пояснили, за несколько месяцев на больничной ушли сразу два учителя русского и литературы. По словам ребят, больше месяца им приходилось заниматься самостоятельно. В середине прошлой недели к 9-му Г представили нового педагога. Преподавать гуманитарные науки пришлось заместителю директора школы. По ее словам, эти ребята отстают от других всего на несколько уроков. По-русскому у нас на сегодняшний момент 6 часов, по литературе 9 часов. В конце четверти, когда нагрузка несколько снижается, мы имеем возможность выставить дополнительные уроки. И понятно, что материал, который у нас упущен, мы будем дорабатывать и в течение третьей четверти тоже. Кто будет вести у 9-го Г русские литературу в новом году, пока не ясно. Вакансия учителя открыто сообщили нам в руководстве образовательного учреждения. В любом случае, необходимые знания для итоговой аттестации ребята получат в полном объеме, уверяют педагоги. Дети тоже напишут работу, дети познакомятся с работой. У детей также будет проведена диагностика их знаний на данный момент. Им также покажут бланки, и каким образом они заполняются именно по русскому языку. То есть все будет проведено, но чуть позже. По мнению сотрудников прокуратуры, права детей на образование нарушены. К сожалению, это не единичный случай. В Шексне, например, один из основных предметов семиклассникам не преподавали целый год. Так образовательная программа данной организации предусмотрена была введение в 7 классах школы основных обязательных предметов, в том числе математики, в количестве 4 часов в неделю. Вместе с тем, в 7 классах с ноября 2017 года математика не преподавалась, в результате чего обучающиеся не были аттестованы по данному предмету. За такое нарушение педагогов могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Но едва ли это поможет ребятам, которые не успеют освоить программу и не смогут успешно сдать экзамен. Татьяна Жданова, Денис Катамин. Новости.